Всякое слово без дела, ничтожное и глупо. Привет, я Даша. Это последнее мое видео из истории моего рода по линии Полякова. Вроде я всех рассказала, надеюсь, никого не забыла. Сегодня я буду предоставлять общую информацию об этом роде. Например, родня мне Полякова приходится благодаря браку моей прямой прабабушки. Перминова Акафья Нисимовна, которая вышла замуж за Поляковой Игната Стефановича, моего прадеда. Самая ранее известная нам точная дата – это 1723 год. Именно в этом году родился мой дед в девятом колене Егор. Известно даже имя его отца Василия. Это произошло знаменательное событие, все решило больно. Сейчас это Акурагинский район Красноярского края, тогда Енисейская губерния еще. Вообще, основной такой ствол Поляковых проживал все это время, 300 лет. Именно там я понимаю, почему я была в Шелепоинтном, безумно красиво. Пока их в 30-х годах, прошедшего 20-го века, не раскулачивали, не выслали в Тюхтет, Тюхтетский район на работы. На самом деле, удивительно, я читала историю села, оно было основано в 1719 году, то есть за 4 года до рождения у него предка. Получается, что Поляковы были, если не основателями села, то, по крайней мере, старожилами, то есть одним из первых поселенцев. У нас в двух родах, в двух таких веточках соседних, по линии Поляковых, еще до того, как мы стали другом общаться, мы просто не знали явок, паролей и друг друга, до этого, папка падает, еще в обоих ветках бытовало мнение, не мнение, миф, легенда, что наш предок, родитель, женился на Тюркской княжне. Полагаю, что раз такое мнение бытовало в двух соседних веточках, которые с другом не общаются, это увеличивает шансы на то, что легенда правда. Более того, есть некоторые причины думать, предполагать, что Поляковы были казаками. И вот, что я нашла в сети, касаемо истории возникновения села, там бытует несколько версий о существовании, и вот я сейчас найду эту дурацкую запись, чтобы не навратишь точно ничего. И, в общем, обе эти истории заставляют думать, что обе версии являются правдой. Вот. Когда-то в тех местах проживал князь Шабала, или Шабала, не знаю, как правильное удаление. Другая версия. Здесь жили зажиточные казаки Шабалины. До сих пор встречаются люди с такой фамилией Силем. Может быть, вообще... Вообще же очень много населенных пунктов в Сибири создали казаки. Вот приехал казак, женился на местной тюркской княжне, почему бы и нет, и понеслось. Самый известный нам трудный период жизни в семье Поляковых, это, конечно, сразу после революционный период, начиная с 17-го года и потом долго еще, это семья Кафи Анисимовны, моей прабабушки и ее мужа, их детей. Их сослали, раскулачили, как я уже сказала. Ее сына и тоже постигла неприятную участь. Дмитрий был признан на фронт, где и погиб 41 декабря. Федор сослал на трудовые лагеря, и дальнейшая судьба неизвестна. Благо успел продолжить линию рода, встретил женщину, и они родили девочку Тамару. И понеслось дальше продолжение. Константин вообще подался в сотрудники Норильского ГУЛАГа. Вообще, кстати, удивительно, что его взяли с такой анкетой. Скрыть он свое происхождение мог, только поменяв фамилию. А фамилию он не менял. Может быть, мой источник что-то перепутал. Источник — это дочь другого сына. Агафьи, соответственно, родного братья прочих. Братья Георгия. Может быть, он не работал там, а был все-таки заключенным. Потому что с такой анкетой работа в ГУЛАГе как-то странно звучит. В общем, очень сложно выдался период такой невероятный. Просто не позавидуешь, скажем прямо. Еще, кстати, у Полякова очень, как бы сказать по-культурнее, у них было много детей. Всегда, допустим, у Агафьи, у моей бабушки, было их девять. Если я ничего не путаю. Я даже встречала такие семьи, где было по 15 детей. И было очень много случаев рождения близнецов. Очень много. Буквально, чуть ли не в каждой семье. Кстати, вот у Федора, которого я упомянула, который был создан трудовой лагеря, у него была близняшка, но она умерла, когда ей было две недели. А вот он выжил. И, кстати, сословия были у Полякова крестьяне, полграмотные. То есть имя свое написать могли, скажем так. Я встречала такой случай, когда у них родились близнецы. Их назвали Кирилл и Мефодий. Мне безумно интересно. Это такое совпадение любопытное, забавное? Или они наслышаны, Кирилл и Мефодий? Вот, пожалуй, это все, что я могу рассказать. В общем плане именно о роде Поляковых. На этом я прощаюсь. Желаю вам, чтобы все ваши начинания всегда завершались успешно, разумеется. Если они идут на благо, а не во зло. И пока-пока.